МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире самая студенческая программа. Альма-Матер. И с вами мы, Миша Коробицкий и Лена Хроменкова. Оставайтесь с нами, и в ближайшие 15 минут вы узнаете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главное испытание позади. Альма-Матер заглянула на централизованное тестирование. А потом предложила случайным прохожим пройти наш тест. Веселый тест. Кабинеты-трансформеры и новые специальности. Что еще ждет абитуриентов? Далее в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Абитуриенты могут выдохнуть. Теперь от них уже ничегошеньки не зависит. И остается только ждать результата. Централизованное тестирование позади. Давайте вспомним, как это. Дрожать от волнения и пытаться удержать все в голове. Все знания выложатся по максимуму. Наш корреспондент пообщалась с абитуриентами перед тестированием по химии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Школьные экзамены закончились. И теперь остался последний шаг, который станет решающим для абитуриентов. Централизованное тестирование. В Могилевском университете продовольствия через час начнется тестирование по химии. Абитуриенты не скрывают своего волнения. Конечно, волнуемся. Без этого никак. Готовились целый год, естественно. Поэтому... Куда будете поступать? Сюда же, в продовольственные. На какой факультете? Технология мясных продуктов. Нашу съемочную группу на само тестирование не пускают. Ну, оно и понятно. Незачем еще больше волновать абитуриентов. Руководство университета пытается максимально развеять обстановку. Поэтому возле университета играет музыка и работает буфет. Ну, а тем, кто на минутку-другую опаздывает, все-таки дают второй шанс. Стараемся максимально сгладить эту ситуацию. Помогаем им быстро найти аудиторию. Если они даже позвонят заранее, говорят, что вот я в пути, я опаздываю, мы ожидаем этих абитуриентов, просим даже, чтобы не вскрывали пакеты, чтобы у ребенка не было стресса. Иногда самым волнительным становится плохо, поэтому в университете постоянно на чайку медики. По словам специалистов, еще ни одно тестирование не обошлось без уникальных случаев. Один такой вот недавно казус был, это было, когда у нас математика, когда девушка пришла с маминым паспортом. Повезло, девушка приехала за час раньше, хотя доступ аудитории, согласно, опять-таки, пропуску в 9.30. Она за час раньше приехала, ну что, звонили маме. Понятно, что все это из-за волнения, поэтому преподаватели советуют собираться на централизованное тестирование еще с вечера и выезжать пораньше. До начала тестирования осталось буквально 2 минуты. Все абитуриенты уже в своих аудиториях и ждут раздачи бланков. Ну а здесь комиссия собралась, чтобы подождать тех, кто опоздал. И, возможно, этим будущим студентам все-таки повезет. Кстати, в Могилевской области больше всего абитуриентов прошло тестирование по русскому языку. Примерно 10 тысяч человек. Меньше всего захотели блеснуть знаниями в испанском. Всего 23 абитуриента. Альма-Матер составила свой тест и предложила пройти его случайным прохожим. А заодно и улыбнуться. Вашему вниманию контрольный вопрос. Вот и прошли те ответственные дни, когда наши абитуриенты сдавали централизованное тестирование. И чтобы молодежь не расслаблялась, сегодняшний контрольный вопрос мы будем проводить в интересном формате. Мы подготовили свое тестирование. Вот в такой бланк нужно вписать правильные буквы. Здесь нужно вставить пропущенные буквы. Гласные. Первые трудности начинаются. Я таких слов первый раз вижу. Ну давайте попробуем с вами. Всего лишь 4 слова. Ставить пропущенные буквы. Можете рассуждать слов. Ну, короче, как Афоня-то я знаю. Вот так. Через апельсин. Так, через апельсин. Через апельсин, говорите, да. Ну, шпатлевка это точно, потому что шпатель. Так. Ну, батискаф я знаю. Кафе Хуминский просто. Батискаф. Как давай, сиди, котов. Она догадывалась, хорошо, окей. Дальше, еще два слова. Барабанная дробь. Так, и первое. Ну, это набор звуков неправильных. Это... Правильно. Это Вася, это что? Ерунда. Шпатлевка это то, чем шпатлю. Это батискаф, это маленькая подводная лодка. Все? Да. Спасибо. Все верно. Батискаф. Я таких слов не знаю. Котовасия. Чего здесь? О, кот. Нет. Угу. Это точно А. Так, общими усилиями. Это точно А. Угу. Это точно А. Все, все, это все. А, все. Прекрасно, все без ошибок. Так, давайте. Угу. Так. По порядку пройдемся. Ну, не знаю, правильно или неправильно. Како Фоня и Котовасия. А так все верно. Спасибо. Подведем итоги нашего контрольного вопроса. Естественно, тест был с подвохом. Он просто состоял из словарных слов, которые требуют запоминания. А в следующий раз альмамата подготовит для вас новый каверзный вопрос. Так что будьте внимательны и сообразительны. Вот никогда мне не удавалось нормально сложить вещи в сумку перед поездкой. Поэтому всегда тянула с собой еще четыре чемодана. Но сегодня расскажу вам новый функциональный способ упаковки вещей. Для правильной упаковки вещей нам понадобится сумка, в нашем случае портфель. Необходимые вам вещи и не забудьте документы, кошелек и телефон. Платье и майки складываем пополам и сворачиваем в трубочку. То же самое делаем и с джинсами или брюками. Верхнюю одежду можно сложить привычным вам способом. Вещи, свернутые в трубочку, заворачиваем еще раз в шарф, если он нужен вам в поездке. Если нет, их можно завернуть в джинсы или куртку. Далее начинаем наполнять наш портфель. Первым кладем компьютер, потом получившийся рулетик из легких вещей. А сверху укладываем куртку. По мелким карманам распределим аксессуары и документы. И вуаля, вы готовы к поездке. Веселых вам каникул. Вместимость этого портфеля увеличилась практически вдвое. Что еще нужно студенту, который собирается на отдых? Только вот мой наряд как-то сегодня не совсем подходит для активного путешествия. Пожалуй, пойду переоденусь. Кстати, чуть не забыла свои идеи по упаковке одежды. И не только присылайте в нашу группу ВКонтакте. Убежала. А 15 июня началась вступительная кампания «Средние специальные и профессионально-технические учебные учреждения». Многие ребята стремятся поступить в лицей и колледжи после 9 класса. Главным образом, чтобы быстрее освоить профессию и пойти зарабатывать. Как говорится, стать на ноги. Тем более, что сейчас на рынке труда спрос на специалистов рабочих и правда очень высок. Какие профессии стремятся получить школьники и какие условия учебы и быта им готовы предложить СУЗы, узнала наш корреспондент Надежда Мишкевич. Вступительная кампания в колледжах и лицеях набирает обороты. Первых абитуриентов в средних специальных и профессионально-технических учреждениях начали принимать еще с 15 июня. Желающих поступить в Могилевский агролесотехнический колледж имени Орловского в этом году вдвое больше, чем в прошлом. А это кабинет, где ребята изучают устройство и эксплуатацию автомобилей. И вроде бы ничего здесь необычного. Ребята сидят за партами, внимательно слушают материал. Но стоит только преподавателю нажать на кнопку пульта, как по волшебству прямо из-под пола выезжают узлы и детали автомобилей. Еще одно нажатие на пульт и стена класса раздвигается, а ученики легко попадают в учебную лабораторию. Такой кабинет-трансформер экономит пространство и помогает сосредоточить внимание. Вот это кабинет, вот это технология. Просто космос. Самое интересное, что создали эти трансформеры сами ученики. Ну, конечно, не без помощи преподавателей. Все, я хочу себе такую же комнату. Учиться в таких современных лабораториях, понятно, хотят многие. Традиционно самый большой интерес к специальности эксплуатации и ремонт автомобиля. Со специализацией международной перевозки. Алексей Сосновский в агролесотехнический колледж поступил после девятого класса. Три года учебы я получил здесь профессию слесарь, техник, механик, водитель и тракторист. Планирую дальше стать первоклассным водителем. В колледже отмечают популярными оказались и новые профессии, например, в области животноводства. С прошлого года учебного мы впервые в республике начали набор кадров со средним специальным образованием, рабочего со средним специальным образованием по квалификации наладчик автоматизированного технологического оборудования в животноводстве. Это как раз те ребята, которые придут на современные молочно-товарные фермы. И один человек, он будет такой уникальный специалист, который сможет выполнять практически все процессы, касающиеся ухода за животными, доения, хранения молока, первичной переработки молока. А в Могилевском политехническом колледже в этом году, кроме среднего специального, можно получить профессионально-техническое образование. В этом году мы продолжаем набор традиционных наших профессий. Это сварочное оборудование, электропривод, программное обеспечивание, мехатроника, то же самое, то, что я говорил, и маркетология. То есть все то, что традиционно в политехническом колледже были набор, мы в этом году все подтверждаем. Единственное, что мы принимаем, естественно, на бюджетном обучении, что там за счет небюджетного. Абсолютно все выпускники этого года по окончании политехнического колледжа получили работу. Максим Безмен распределился на Могилевское предприятие «Горэлектротранспорт». В дальнейшем все это будет развиваться, все предприятия станут роботизированы, все будет на компьютерах, все будут станки те же, лифты будут, они работают от электроники все, и специальность будет востребована на это. Ребята, поступившие в колледже и лицей после девятого класса, по выпуску уже к своим 20 годам могут самостоятельно зарабатывать. Тем более, что спрос на рынке труда, на рабочие кадры остается высоким. И многие школьники не упускают шанс как можно раньше получить профессию и стать на ноги. Тем временем «Альма-Матер» провела новый эксперимент. Очень мне нравятся наши эксперименты, так это реакции тех, кто в них участвует. Да уж, наш корреспондент Веста Смирнова часто придумывает нестандартные ситуации, из которых только и выкручивайся. К чему приведет ее фантазия на этот раз, узнаем прямо сейчас. В моем детстве не было планшетов и смартфонов, поэтому любимыми играми были классики и резиночка. В сегодняшнем эксперименте мы попытаемся узнать, помните, современная молодежь, такие интересные игры, которые мы играли в детстве. В эксперименте мне поможет моя коллега Надежда Мишкевич. У нас резиночку уже наготове и классики мы нарисовали. А еще нам поможет наш водитель Игорь. Кстати, где он? Игорь! Молодой человек, давайте попрыгаем с вами в резинку. Вспомним детство. Я не прыгал. А мы... Сейчас напомним. На резиночку. На резиночку вот так, три раза. Раз, два, три. Так. Давайте. Так. Так, так. Нет, девочки. Хорошо, хорошо. Раз, два, три. Отлично. Пять. Так. Вот он просто варьет. Видно, работает профессионально. Да, да, да. Ну, давайте. Так, дальше. Еще что-нибудь. Я больше ничего не помню. Еще помню. Вот так. О! Класс! Как тебя зовут? Аня. Аня, скажи, играла в резинку раньше? В детстве? В детстве, да. Давай что-нибудь вспомним с тобой. Лишь смотри, ты так. Раз, раз, раз. Потом на палочки ныти. Раз. Палочки. Потом внутрь. Потом так. Вот так делаешь. Ох, сорвалась. Вот так. Вот так. Это наш водитель. Класс! Сразу же обратно. Угу. Сразу. Так? Да, все верно. Молодец. Ну, скажи, как ощущения? Ну, нельзя. Все, мои дети будут играть в классики. Класс! 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 Отлично просто! Потом две. Ага. Ага. Да, дальше одна. Две. Перевернитесь. Перепрыгивайте. Ага. Еще раз. Одна одну. Одна одну? Класс! 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 Молодец! Нормально, нормально. Наш эксперимент показал, что такие старые добрые игры, как классики и резиночку, помнят и любят до сих пор. Не только поколение постарше, но и наша молодежь. А еще наш эксперимент помог многим вернуться хоть на минуточку к детству. Ваш экспериментатор Веста Смирнова специально для Альмаватор. На этом у нас все. С вами была самая студенческая программа «Альмаватор». Встретимся ровно через две недели. На «Беларусь-2». Пока. Чао. Ну-ка. saute семьи. На «Беларусь-2». Продолжение следует...